Откепление отлива к теплице. Что, тебе пройти на? Нет, я не знаю. Вот как раз у нас половина теплицы с отливом, половина без. Отлив крепится на вот такие копики. Как можно ближе к бетону. По углам фигурно вырезается и стыкуется красиво. Здесь клоп и здесь клоп. И на соединение тоже клопик ставится. Вся завальцовка на стыках пробивается либо аккуратно металлическим молотком, либо резиновым. Резином дольше, металлическим аккуратненько. Все подстучали, чтобы здесь было тонко. Еще есть уплотнитель. Значит, он клеится там, где идет соприкосновение стекла к металлу. То есть это вертикальные стойки. На прогонах сантиметров 15 кусочков. Посередине прогона в верхнюю его часть клеится. На тех прогонах тоже приклеим. Доберемся, когда... Здесь вертикальная. Здесь тоже будет по кромке. На прогоне будет. Будет на переливе. Где крышное стекло примыкает к переливу. На торце будет. По краю двери обязательно. Вот здесь по краю тоже будет приклеен. То есть клеится все к внутреннему. Ближе к внутреннему краю трубы. Потому что здесь у стекла зазор. Здесь саморезы крутятся. Вот чтобы стекло... То есть как вот здесь. К внутреннему краю. В сторону теплицы. Капец ветер. Резинка пазом одевается на стекло. Изначально режется в размер стекла. И затем это стекло будет облокачиваться. На резинку. Язычком наружу получается. Вот так вот встает стекло на резинку. Вот стекло поставили первое. От торца. Уголок по длине. Иногда его нужно скорректировать. По месту. Подрезали уголок. И сейчас зафиксируем стекло уголком. Сразу же. Сходим, держит. Стекло. Вот оно лежит в базе. Здесь на резинку облакотилось. И на три самореза прихладываем. Сначала на два. Потом по рулетке третьей средней выставляется. Со стороны торца. Крутится. Крутится на таком расстоянии, чтобы оставить место под торцевое стекло. И второй снизу. Все. Здесь времяночку. Базу, крышку. Ой, крышкой прикрыл. И бежишь за вторым стеклом. Или кто-то держит, а ты бежишь. Или ты держишь, а кто-то бежит. Без разницы. И так следующее. До самого конца. Значит, перелив крепится поверх стекла. Он имеет чуть большую длину. Значит, нужно его укоротить. Начинаем с торца. Засовываем под облицовку. Заподлицо с трубой. Под каждую базу вырезаем вот такую геймку. Стык не нахлёст, а просто встык. И крепим клапотами. Вот это вот верхнее место, завальцовку, можно будет подстучать маленько. Всё, и так по всей длине теплицы его подрезаем, крутим, подрезаем, крутим. Всё, и в конце он приходит так же заподлицо с трубой. Верхний прогон и подготовка крыши. Клеим резинку здесь, резинку здесь. Здесь резинка идёт по коньку, по всей длине, вот по завальцовке. Предварительно конёк весь пробивается, чтобы завальцовку нам сжать, чтобы она не мешалась в стеклу. База крутится, начиная от конька. То есть его на конёк не надо ложить, то есть примыкание к коньку и до низа. И там оно на перелив заходит где-то сантиметр, полтора. Всё прокрутили, и потом по переливу клеим резинку на расстоянии, вот как зашла база. Сразу под базой клеим резинку по всей длине. По всей длине перелива. Значит, это всё можно делать с лесенки. Кто посмелее, лазит по каркасу. Потом каркас нужно будет протереть. Крышка у этого профиля, у неё будет размер, грубо говоря, меряем от конька, от вершинки. И чтобы она там свисала, сантиметра два, внизу. На нашей теплице это размер 158, но у нас 2,5 ширина. Всё, и она здесь будет прижимать верхний конёк, а снизу будет примерно сантиметра два торчать, прикрывая тем самым нижнюю крышку, чтобы туда не текла вода. Ну, потом покажу. Вот укладываем, один снизу подаёт, другой сверху. Миша, ты грустный? Нет, Саня, не грустный, привет. Укладывается на крышу, один толкает, другой там правит. То есть всё, оно лежит в крышке. Временная фиксация. Заходит оно чуть выше угла вот этого, на сантиметр где-то сверху, чтобы потом без проблем встала декоративная облицовка. Это будет доставаться после того, как стекло закрепится с помощью крышки, с помощью уголка. Следующее стекло будем класть, просто кладётся в базу и продвигается до нужной высоты. Как крепить верхнее стекло, которое над дверью? Порядок действий такой. Сначала устанавливаем боковое стекло, вырезаем его по форме. Ну, вот тут на примере два с половиной. Трёхметровый, четырёхметровый, всё одинаково. Сначала правое и левое стёкло крепим, затем самое, да, интересное, чтобы стекло у нас вниз не ехало. То есть вот подручными средствами обхожусь. Вот имеются у меня вот такие вот пластинки. Я их прикручиваю, к ним резинку, чтобы стекло через резинку опиралось на вот эту пластинку. Всё, у нас здесь база. С другой стороны тоже база. Стекло по форме вырезали. Прислонили. Опустили немножко вот на эти пластинки. Ну, это вдвоём надо операцию делать. Всё, оно уперлось в пластинки. На них как бы висит. Далее защелкнули крышку одну, защелкнули крышку вторую. Пока временно, потому что когда поставим дверь, крышку нужно будет максимально к двери опустить и подрезать наискосок, чтобы было красиво. То есть крышка пока временна. И установили облицовку. То есть вот эта часть над дверью, она всё, она сама висит. Держится на вот этих вот. Когда закрываешь крышку, крышка уже настолько прочно всё держит, что в этих нет нужды. Но снимать их тоже не стоит. Всё, установи. И потом уже установим, когда дверь. Дверь немножко подожмёт. Это стекло. Плюс крышка, плюс облицовка. Всё, стекло будет стоять. И последнее. Как у нас сходятся... А, нет, предпоследнее. Ещё посмотрим, как крышка на коньке сидит. Значит, у нас получилась вот такая вот конструкция. Крышка стеновая, она чуть выше. Крышка крышная, она вот свисает, как я уже говорил. Два с половиной, три сантиметра делаем. Вот эта полка у неё подрезана, чтобы не мешалась. Сейчас задача... Также под ней, под этой крышкой, спрятано соединение перелива. Декоративный перелив, под всеми этими крышками спрятан будет. Задача красиво сделать вот эту крышку. То есть её нужно подрезать чуть выше. Где-то на пол сантиметра на сантиметр. Но по форме верхней крышки. Заправить туда и забить. То есть, чтобы получилось примерно вот так. Чтобы вся некрасивая начинка была спрятана под крышкой. Всё, верхняя крышка у нас свисает. Влага в нижнюю не попадает. Вот эти декоративные переливы, их прокручиваем саморезами. Дырочки сверлим изнутри, по разметке. Вот так вот крышка приходит на конёк. Тем самым его прижимаем. То есть, конёк мы на стеклянных теплицах не прикручиваем. К саморезами, каркам, верхний конёк. Верхний конёк прижимается исключительно крышкой. У крышки также подрезается полка, чтобы она не мешала. И заходит она на конёк сантиметра на 4. Закрепили, установили отлив, поставили стёкла на стену. Сейчас будем готовить крышу к покрытию. Открыть крышу. Останется у нас торцы. Погода ГАЦ решила помочь нам дождём помыть теплицу. Теплицу, напоминаю, строили сегодня легенду. Два с половиной на четыре. Пойдём смотреть. Алюминиевая дверь установлена с одного торца. Другой торец глухой. Каркас теплицы сделан с профильной трубы. 40 на 40. Покраска полимера порошком способом. Цвет шоколад. Имеется форточный блок на термоприводах. Имеется система подвязки. Две нитки на каждую сторону. Диагональный усилитель для большей жёсткости конструкции. Всё стоит на бетоне. Закреплено с помощью анкеров. Снизу установлен отлив. Отлив трёх граммин. Смотрится супер. Вот такая отличная, красивая, прозрачная чеплица у нас получилась. У меня на этом всё. Доставьте в комментарии и не задавайте вопросы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok